Сказать, все ли нравится? Можем ли мы позволить себе сегодня эту вину? Семь лет хорошего секса не будет. А какому вину нужно вообще подышать? Ц2H5H, моя любимая фонда. Ну тут... Здесь явно ощущаются ароматы абрикоса, земляники. То они пьют вообще конкретно. То есть, Трояр? По факту мы чувствуем то, что мы знаем. Которое такое, с краником. Ну да, вот там Шато-Тетропак. Здравствуйте, я Изабелла. Много сомелье за всю историю спились. Россия была в свое время одним из главных, из четырех главных рынков по объему закупок вообще шампанских. Бухаем из лейки, да? В чайник тоже нормально. Я так декантировал. Белая под рыбу, красная под мясо. Это прям такие... Это такой колхоз просто. Что-то не так. Любимое шоу тревожников от Романа Тараси. Привет! Это что-то не так. И сегодня у нас что-то не так с вином. Мы поговорим об том, все-таки сколько там истины осталось в вине, и почему действительно многие поребухивают, и в вине ничего совсем не разбираются. И поможешь мне с этим Влад разобраться? Влад, привет! Привет! Ну, мы как, мы на сухую будем разбираться или нет? Не, ну если мы хотим выпустить скучный эфир, то, конечно, давай на сухую. Но я считаю то, что никогда не поздно или не рано открыть бутылочку хорошего вина. Что ты принес? Рассказывай. Я принес вино из региона, в котором недавно был. Это Бороло. Италия, северо-западная его часть. Пьемонт. Очень крутой производитель, его многие знают. Это Виетти. Да, и бокальчики у нас есть. И штопор у нас есть. У тебя всегда, конечно, это, представляешь, сомелье, у тебя всегда есть настоящий нож сомелье. Да, это не значит, что у меня вот этот костюм сомелье, потому что нож должен быть всегда с собой, потому что никогда не знаешь, когда может быть вину. И в 9 утра где-то, и где-то в ночи, представляешь, это как вот платочек у мужчины раньше был, а сейчас, мне кажется, можно очень неплохо выделить. Удивить? Да, да, да. Представляешь, ты где-то с девушкой купил бутылку вина, и начинаешь вот это вот пальцем его туда проталкивать. Я знаю, как ботинок и об стенку пятую. Это провино сейчас было, или про девушку? Да, это провино. Я знаю, как ботинком, значит, можно тоже выдавить. Да, да, да. Нужно послушать аромат пробки. И чего там? Слушай, у меня сильное обоняние, но я не скрыл, у нас тут в студии немножко пахнет порошками, потому что порошки снизу, видимо, пекут. Но... Пахнет шикарно. Нет, попробую на самом деле не надо, там, пахнет пробкой. Нет, вот если пахнет пробкой, вот это проблема, это пахнет винной пробкой. Нет. А почему сток всегда наливает? Почему не налить чуть побольше, когда дегустирует? Это какое-то жлобство или жил? Нет, это не жлобство, это просто, ну, на небольшом объеме проверяешь, все ли в порядке своего бокала. А на большем объеме нельзя ли быстрее понять, что все... Нет, конечно, можно, но если сомелье продает вино, он, конечно же, должен попробовать чуть-чуть, чтобы, знаешь, человек не почувствовал себя немножко разочарованным, что его вино выпивает какой-то другой, более симпатичный парень. А ты же это вот так вот наливает себе сомелье? Да, да, да. А, чё я отобрал? Нет, я тебе позволяю сказать, все ли нравится, можем ли мы позволить себе сегодня это вино. Но вино прекрасное. Прям реально прекрасное вино. Ну да, да. Можно же на весу? Нет французской приметы о том, что денег не будет, там, жена. Самое страшное, это, по-моему, среди всех этих... Ну, это вообще просто даже не обсуждается, чтобы не пить. Ну, насколько я знаю, вот там за все путешествия и общения с виноделами самое страшное, это когда ты чокаешься через руку. Ну, нам не хватает третьего человека, да. У нас есть. У нас голодными глазами смотрит наш продюсер. Виш, ну, ты зайди в кадр, это нормально, сейчас можно. Да, чтобы нам потом сказали, что мы все-таки на троих сообразили. Голодными глазами. Это я сытый. А, через руку это когда ты кого-то игнорируешь, да? Нет, ну вот когда вот я бы в таком положении с тобой чокнулся, там говорится то, что... Ну, давайте. Семь лет хорошего секса не будет. То есть он будет, но весь нехороший, да. Весь нехороший секс-то соберешь. Недавно в фильме, в одном из сериалов, меня поразила абсолютная штука, чувак говорит, слушай, у меня нет времени, он берет бутылку воды, выливает ее в блендер, включает, он говорит, это гипер аэрация, чтобы ты знала. Я так офигел. Такое делают или это фейк сериальный? Я тебе даже больше скажу то, что есть сейчас даже пара профессиональных декантеров от очень известных брендов, наверное, мы не можем их озвучивать, но у них есть действительно система очень быстрого аэрирования. Уборка есть такая штука. Да, 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 уборка есть, уж пигела, а, мы можем все-таки называть хорошо, уборка, уж пигелау, это есть, уборка, по-моему, даже была концепция, что ты можешь скачать приложение и там на пути домой нажать, значит, синхронизацию, и у тебя там запустится. Я еду, запускай. Да, 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 но это, конечно, это очень крутые игрушки для людей, которые уже настолько погрузились в вино, и им нужен какой-то действительно понтовый девайс, но с точки зрения профессионального обращения это, конечно, такое... А какому вину нужно еще подышать? Очень много, очень много. Но если я купил вино 2019 года, красное, ординарное, нужно ли ему дышать? Ну, по факту вообще любое вино, вот особенно красное, хорошо, если оно какое-то время с кислородом проведет в контакте. То есть нам обычно, как говорят, откройте там бутылочку за час до употребления. Это все, ну, ерунда, потому что ты пробку вынул, и у тебя... Оно изменилась только вот... Поверхность, да, там, маленькая соприкосновение кислорода. Хорошо, если ты там перельешь полбутылки вот в большие такие бокалы, или там в декантер какой-то там, в вазу из-под цветов, в конце концов, там, в кувшин, если ничего нет. В лейку можно. В чайник, 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 я так декантировал. Что было? Вот, поэтому в любом случае надо вину дать чуть-чуть выдохнуть. Понятно, что... Только красного, белое? Нет, и белое, и шампанское. Серьезно. И десертное вино, все требует общения с кислородом, да. А вот, если говорить уже про вот это вино, во-первых, меня всегда мучил вопрос, знаешь, я слышал тут потрясающую гипотезу, что как-то подали вино комнатной температурой, и комнатной это 22 градуса красное вино. Нам подали с моим приятием в ресторане, он говорит, в Бангиево немного охладить, она так, как охладить красное вино, оно комнатной температуры. И он ей говорит, ну, тактично, говорит, девушка, вы знаете, комнатная температура в древние времена подразивалась под температурой замка. Ну да, в замке выше типа 16 градусов, не поднимался, что красное вино выше 16, это уже немножко тяжеловато пить. Какой температура должна быть красное вино? Оно должно быть чуть-чуть охлаждено. То есть, идеально, если ты достаешь бутылку градусов из 15-16, так, чтобы в процессе, ну, в любом случае, там, в ресторане или дома у нас теплее, оно доберет немножко температуру. Но зато у тебя алкоголь будет немножечко собран, ты не будешь чувствовать, там, спиртовые пары, даже, там, в дешевом, ну, и, в принципе, там, в какой-то... Дешевый лучше изморозилки пить. Ну, вот, почему водку пили замороженную, чтобы сивушных... Она тягучая такая, да. Да, нет, она просто не должна была ничем пахнуть. Это там технический спирт был, там проблема друга. Я химик по первому образованию, поэтому я, да. Я тоже химию очень люблю, особенно, вот, C2H5H, моя любимая форма. Ну, тут, да, тут хоть и немного. Слушай, вот мы сейчас должны в этом вине что-то услышать. Да. Я всегда считал, что это какая-то бурда от сомелье. Ну, то есть, когда он выходит и говорит, друзья, вот здесь явно ощущаются ароматы абрикоса, земляники, немножечко восточных пряностей. То есть, когда я вот такое слышал, я всегда думал, что ты несешь, то есть, это пахнет хорошим вином. Я слышу запах хорошего вина, но не более того. История в том заключается, что вот для меня лично вообще вот цвет вина, аромат вина, он настолько просто вторичен, потому что эта фраза не мне принадлежит, а моему одному хорошему коллеге по цеху. Он сказал, что вино – это не картина, мы на него не смотрим. Вино – это и не цветы, мы его не нюхаем. Вино – это по факту еда, мы его употребляем. Для меня важен вкус в вине. Многие, да, иногда есть люди, особенно там любящие какие-то эти инсинуации, там прижать ухо, закрыть глаз, там что-то туда-сюда. Да, вот и надо нашел, да. Ну да, элементы шоу, потому что особенно сомеле, они должны продавать себе нового ресторана, а не делать так, чтобы там гость говорил, не нравится. Классно, когда я вот беру бродок, а-а-а-а, и так назад выплюнуть, да, и сказать, потрясающе. Потрясающе, да. Или лучше своему другу в бокал так выплюнуть, ты должен это попробовать. Изо рта в рот, может, передать, в конце концов, сомелье побрлю в голову глотки и передал, мадам. Продекантировал, продекантировал. Ваше вино, да. Не, на самом деле ароматика, она в любом хорошем вине должна быть. И уж особенно там к какому-то вину должны быть характерны определенные тона. Самое главное, не заморачиваться вот прям набором там из 25 ароматов. Хорошо, когда ты для себя отмечаешь, чем оно пахнет, ты проводишь какую-то ассоциацию. Но не надо вот называть 20 ягод, потом 15 фруктов и потом еще 10 каких-то элементов. Коры, специй. От себя, да. Достаточно. Перо-соловья, летевшего в 73-м году. Да. Надо идти. Слушай, вот если говорить про это конкретно вино, для меня абсолютно дилетант. Что я здесь должен услышать? Ну, во-первых, здесь надо сказать то, что ароматика достаточно строгая и сложная. Мы не можем, наверное, это никак передать. Только если кто-то уже с нами в синхроне не будет дегустировать эту бутылку. Или, по крайней мере, из этого сорта виноград. Человек, какой-то. Сорт Нибиола. Известный всем. Сейчас все такие. Все, всю жизнь знал. Для людей, пьющих Барролу Барбареско и итальянское вино, сорт это известен. Его так неофициально называют сортом королей и королем сортов красных на севере. Потому что одни из самых дорогих вин Италии производятся как раз-таки из Нибиолы. Вот мы пьем по факту очень известный, это один из самых старейших апелласьонов и типов вина, это Барролу. У него есть младший брат Барбареско. Я Барбареско пил. Он более элегантный, более струящийся, чуть более такой женственный. А Барролы это всегда такие строгие, чуть более мужественные вины. Я, собственно, решил взять нормального вино. У Барролы и у Нибиолы всегда строгая ароматика. Почему эти вины многим не нравятся? Они строгие, они терпкие иногда, они тяжелые, они могут быть чуть даже агрессивны в молодом возрасте. И ароматика обычно всегда такая сложная, химическая, лакокрасочная, какие-то тона из красного дерева, хорошей древесины, хорошей мебели, кожа. Ягоды, фрукты здесь тоже немножко есть, какие-то горькие. Я не прикалывался, когда мне показалось, что я услышал землянику и кору, когда я сказал, это был первый ассоциативный ряд. Но это в моей картине ароматики. Да, ну, да насрать, я сбухаю. Оставьте так в кадре, вместе с этими словами, причем. Поправь, как, прическу. Мы снимаем вообще про видео, видео про вино и поправь прическу. Я сейчас еще пить буду, я сейчас разойдусь вообще просто. Самый уместный комментарий, говорит, у тебя вина мало. Вина мало, надо. У меня ширинка даже расстегнута, между прочим, но вот насрать, реально, мы пьем вино. Ладно, не видно же в кадре, все, неважно. А может, это осталось после того интервью. Так, и что? Ну вот, возвращаясь к нашему эту вину, что ты здесь слышишь? Из ароматики? Да, да. Ну вот, как раз-таки я и говорю, немножко такой химии, вот лак для мебели, олифа, вот такие. Сейчас все привели к экранам, что они пьют вообще конкретно. То есть, а трояр? Что это реально? Или как он назывался? Да, спирт роэльда. Поэтому она никогда не бывает пышной ароматикой. То есть, вот здесь цветов, фруктов, каких-то особо не встретишь. Все такое прохладное, очень свежее. Класс, как очень собранное. Ну и самое главное, вкус. Он действительно такой очень комплексный, богатый и винный неизвестный. Ну вот это мой вкус, потому что я не люблю вина, который, знаешь, что-то из того, когда очень тяжелое. Но вот вопрос важный в том, откуда эти запахи-то все в вине берутся, якобы, которые мы слышим. Ну это же все химия, это же все натуральный продукт, это большая химическая, так скажем, молекула. И по факту мы чувствуем то, что мы знаем. То есть, если ты никогда не встречал запах, я не знаю, бензина, или запах корицы, или запах грейпфрута, ты его здесь, конечно, не узнаешь. Поэтому это просто трансляция нашего мозга знакомых ароматов. В любом случае у каждого фрукта, ягоды, чего-то есть химическая формула. То есть, всяких там пирозинов и прочих химических. У всех ароматических соединений. То есть, по сути, это химия, которая во время брожения, во время производства вина, она, соответственно, образуется. И в том числе получаются промезуточные ароматические молекулы, которые мы здесь слышим. То есть, ничего такого. То есть, не надо думать, что в вино добавили какие-то цитрусовые добавили. Нет, такое, к сожалению, бывает. Потому что в странах нового света, да, они, к сожалению, химичат. И сейчас есть уже, там, с развитием всей этой винодельческой технологии дрожжи, которые имеют ароматическую, так скажем, присадку. То есть, когда ты их добавляешь в процессе ферментации, у тебя готовое вино получает, там, чуть больше яблочко, чуть больше апельсина. Но это нормальные ребята никто не делают. Это делают какие-то, там, массовые производители, чтобы их дешманское вино хоть как-то продавалось. То есть, это как юпи. Как я забыла на сочинском рынке. Как юпи, вот, там, добавили. Юпи, это в мое детство прошло, так что пашу и Зуко не оскорблять. То есть, юпи и Зуко было святым, просто сравнивать было нечего. Нет, ну ты можешь смешать себе лимонад из трех. А вот, из Азабелла на сочинском рынке я никогда не забуду, на пляже точнее. Потому что был запах такой, что я его изо рта, он у меня шел еще неделю потом от этой ароматики. Нет, есть некоторые сорта, которым просто свойственны, потому что они очень, ну, вонючие и действительно гиперароматичные. И забыла, кстати, такая. Да, все. Она очень навязчивая промотка. О, я вспомнил. Господи. Здравствуйте, я и забыл. Да, так и есть. Должен ли каждый, кто пытается разобраться в вине, научиться его слышать? Или достаточно действительно пить, вот как ты сказал? То есть, можно забить на ароматику? Да нет, я не говорю, что надо забить на ароматику. Я сказал абсолютно свою концерцию. Я вот очень люблю пить вино. То есть, я когда там свой дегустационный блокнот веду, у меня там два-три слова про аромат, я выделяю то, что он в любом случае должен быть позитивным. Тебе не должно что-то настораживать, что там пахнет подвалом, каким-то погребом, там, я не знаю, с затхлостью какой-то, там, гнилыми какими-то овощами. Ну да. С гнилыми бабками, да. Ну вот, как один раз сказал мой приятель, бомжом обмазанным вареньем. Я не знаю, у него, видимо... Так иногда пахнет кальяном. Очень богат. Ты прямо сейчас описал больше часть кальянов. Ну ладно, я там, ну, пишу там, ягоды, цветы, немножко там, специи. Но для меня важен вкус, насколько я много хочу этого выпить вина, как я хочу его выпить, с чем я хочу его выпить, там, с кем, в конце концов. Вот это, тут вот самый важный пункт с кем. Не, ну, ситуация. Для каждого вина должна быть ситуация. Вино – это ситуативный напиток. Абсолютно. Это напиток. Нельзя просто так взять и всем вот сказать, что есть вино, подходящее подо все. Ну, можно так, в принципе, сказать, потому что есть некоторые универсальные вины, которые проще открыть в компании, которую ты не знаешь, например, насколько там кто-то погружен в тему или не погружен, ну, можно взять там новозеландский савиньон блан. Да, это я считаю. Все знают, и как бы в тусовке ты сразу станешь. Ну, не ездишь какие-то иконки, там, Санта-Мария, или как она называется, которая, соответственно, там… Вилла-Мария. Вилла-Мария, да-да, победила, значит, там, соответственно. У них там медали вообще, как у выстречных савиньонов. И ты берешь, и они всегда такие, м-м-м, цветочки, челки полетели. Да, потому что дашь вот такое вино, и кто-то скажет, ой, кисляк, ой, шмурдяк, ой, терпка, ой, грубо, ой, кисло. Ты скажешь, ну, идите все, пожалуйста, вот в пятерочку тогда, купите себе сами и пейте. Которое такое с краником. Ну, да, вот там Шато-Тетропак. Шато-Тетропак, тот самый. Да, знаменитый. Шато-Тетропак, я вам все-таки артикль не отбрасываю. Все-таки, да. Слушай, а вот если говорить абсолютно серьезно, то вот человеку абсолютному профану в вине, как ему не ударить в грязь лицом, если он приходит в ресторан, и ему нужно заказать, и как-то показаться перед девушкой, и иногда даже понтануться перед официантом, или, не дай бог, если есть сомелье, как, соответственно, вот не ударить в грязь лицом, и есть какие-то наборы, как вот заказать. Нет, самое первое, лучше не понтоваться. Вот это приведет даже к худшему состоянию. Чем ты честнее со своим уровнем винного, так скажем, языка, тем проще. Я вот по опыту могу сказать, одни из самых простых гостей у меня были во времена, когда я там работал сомелье, которые приходили и говорили, сколько у них денег для вина. То есть не было вот этой игры, давай-ка я попробую узнать, сколько у тебя денег в кошельке, а вот и не узнаешь. Ну, приходили, приходят, мне 5 тысяч рублей, которые бы я хотел потратить на вина. Да, 5 тысяч рублей, хочу красного, итальянского. И все. И ты говоришь, блин, я тебе за эти деньги сделаю самое лучшее, вот что у меня есть. И не надо будет думать, так, он за 10 будет пить, или за 2, или за 50. То есть, это честно. Это, кстати, потрясающий совет. Или, например, если уже есть какие-то бутылки, которые нравятся, и там у нас сейчас есть масса приложений, да и вообще просто там своя фотолента, ты можешь показать сомеле или там официанту, сказать, вот я люблю такое вино. Если есть человек, который понимает, и у него там обратный отклик срабатывает, он даст тебе альтернативу. То есть, ты показываешь этикетку, ну, желательно, чтобы это было какое-то адекватное вино, там, не за 150 рублей в ресторане. И человек говорит, да, у меня есть либо такое же вино, либо есть похожее вино. И сомеле уж, особенно если он имеется там в ресторане, он должен вообще понять стиль вина, ценовую, примерно, политику и, соответственно, предложить какие-то варианты. То есть, особенно, ну, вот даже на примере, можно сказать, я очень люблю новозеландский савиньон. И сомеле понимает, ага, это, во-первых, ценовая категория, это вкус вина, это там сорт, это ценник, все, как бы, все стало проще. Понтоваться, вот это, типа, все ваши вина, я уже там пробовал, это все бурда, ну, все, значит, тогда, ну, уж не то, чтобы кто-то в суп плюнет, но... можно... Понятно, что при девушке особо так не скажешь, там, типа, ну, можно как-то выйти из этой ситуации, там, сказать, типа, вот, столько надо, но лучше быть просто честным, абсолютно, со своим уровнем. Класс. А есть вина, который точно можно, вот как в случае савиньон блан, еще там парочку-тройку вин, которые точно можно не ошибиться, как и с новозеландским савиньон блан. Который всем понравится, да. Но история заключается в том, что нужен всегда, как правило, явный вкус. То есть, если ты не знаешь человека, ему надо дать что-то такое комплексное, очень рафинированное. Вот вспомни даже новозеландский савиньон. Он же пахнет сразу всем. Всем, да. Ты не можешь сказать... И ударять мешком. Ты не можешь сказать, типа, я не понимаю, чем пахнет, потому что там все, там, лимон, лайм, грейпфрут, маракуйя, папайя, банан, там, я не знаю, там, все, все экзотические, все тропические фрукты, крыжовник, черная смородина, все так. Это правда. Нет, я ни одного человека не встречал, который брал бы бокал савиньона и говорил, не знаю, непонятно, чем пахнет. Да там, ты сразу 10 слов хочешь сказать. То же самое надо давать и в случае красного вина, что-то яркое, насыщенное, комплексное. Вот, например, по опыту могу сказать, многим всегда нравится там вина, например, Испании или итальянского региона Апулия. Это вот каблук итальянского сапога. Там вина, есть такие очень спелые, фруктовые, прям такой, как компот из чернослива. И ты не можешь сказать, ой, не нравится. Потому что сладко, вкусно, насыщенно, прям, прям жуйка. То есть, ты вот прям жуешь в вино и ты не можешь сказать, типа, черт, вот прям аж свина пошла. Ты вот сейчас сказал, и вот прям пригубить. Да. Если я, как полный и фатальный дилетант, хочу начать разбираться в вине, как вообще простраивается эта траектория? Сначала надо определить, ну, максимально постараться определить, до какого уровня ты хочешь дойти. Если ты реально хочешь заниматься вином профессионально, в какой-то из плоскостей, я не знаю, писать про вино, путешествовать и там делать какие-то обзоры регионов и виноделин, ходить по ресторанам, писать там какие-то отчеты, или ты просто хочешь дома припевать винишко, это разные две концепции. То есть, для первой тебе желательно пойти в винную школу какую-то, на короткий курс, на полноценные курсы, действительно собрать максимум информации и понимания, либо ты можешь ходить, там, следить за любимыми ресторанами, сейчас модно делать всякие дегустации, ты будешь приходить, какой-то там лектор или мнящий себя там лектором человек будет рассказывать про определенный набор вин, за вечер там пробовать пять-шесть разных, делать себе какие-то отметки и говорить там, ну вот это мне понравилось, типа там, вино из ЮАР, теперь мое любимое, теперь буду пить юарские вины. Можно и так делать. То есть, самое главное, какую-то выстроить себе концепцию с точки зрения дегустации, потому что здесь научиться можно только через... Методом проб и ошибки. Да, методом проб, проб, и которые, к сожалению, иногда могут привести к ошибкам. Ну, то есть, это наконец-то у всех, кто хочет хорошо бухать, появилось оправдание, что я в пути, я разбираюсь. Да, 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 да. Круто, когда есть какой-то комьюнити, есть там друзья, которые тоже там... Я не знаю ни одного, ну, нет, наверное, есть кто бухает в одного, конечно, есть такие. Но есть корпоративы индивидуальных предпринимателей, но если говорить серьезно, то, конечно, это всегда компания и всегда... Ну вот, особенно если есть там два-три человека, которые тоже на таком же уровне, как ты, и не бывает такого, что вы там собрались компанией, все принесли по бутылке и один какой-то сноб такой, о, что вы тут за херню принесли, я вот тут принес крутую бургундию, а вы тут все принесли, значит, новозеландский савиньон. Ну, и один тоже расстраивается, потому что он там пьет свое дорогое вино. У меня так было, да. Ну вот, к сожалению, это... Пришел один человек и сказал, что что тут пьете за фигню, а я принес, кажется, он принес сосекаю, если мне не изменяет память. Я, кстати, попробовал вот этого вина, я улетел с одного бокала, я не знаю, сколько летняя это была сосекая, но я как-то так, что-то прям вот захмелелел, хотя я обычно очень долго и шло пьянию, а вот тут как раз сосекая меня и быстро взяла. И он принес ее как раз с ощущением, господи, вы никогда не пили сосекая? Ну вот, да, это классическое поведение там винного сноба, потому что, ну мы уже, объективно говорить, мы зажрались, мы уже там вина определенного уровня не пьем. То есть, ты либо уже даже отказываешься от вина, чтобы не пить что-то там ниже твоего уровня, либо действительно уже там с какой-то компанией не пьешь или не приходишь в эту компанию. То есть, это там проблематика, когда ты действительно погружаешься в этот процесс настолько серьезно, но хорошо, когда есть люди действительно там твои соратники, да, собутыльники, которые находятся на твоем же уровне. То есть, ты с ними можешь постоянно прогрессировать, встречаться, действительно, каждый принес по бутылке, можно использовать там слепую дегустацию, чтобы не отталкиваться от коммерческого фактора там этикетки, цены. Это крутая история. Рейтинга Вивина. Да, 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 то есть, собрались все там. Это очень, во-первых, расширяет твои горизонты, то есть, ты можешь сказать, ой, я никогда бы не стал пить немецкое вино. И потом пьешь, и говоришь, блин, какую прикольную вино. Мадону потрясающе. Открывают, а там просто Германия. Да, удачный рислинг, да, может превзойти все, что угодно. Рислинг или пенонуар, пенонуар даже немцы. Слушай, я честно тебе создаюсь, как я выбираю вино. Я обычно захожу, потому что у меня рядом с домом есть симпл, и я заглядываю туда, к ребятам в симпл, и я говорю, слушайте, у меня есть там интервал цены, в рамках которого я бы хотел купить себе бутылочку вина. И они говорят, ну сколько? Ну, я обычно выбираю вина в интервале от полутора до трех тысяч рублей, то есть в зависимости от того, соответственно, чего они там из себя представляют. И я ориентируюсь, как полный профан, обычно на цены, потому что мне кажется, что вино меньше чем тысячи рублей в России с учетом акцизов и прочих всех нюансов оно уже не может стоить, и, соответственно, я ориентируюсь исключительно по цене и на то, что ребята зачастую советуют и пробуют чего-то новенькое. Два вопроса из этого. Вообще, как вот подбирать видно, и можно ли действительно рассчитывать, что вино дешевле тысячи рублей, будет сколько-нибудь неплохим. Из какой пороговой цифры начинается вообще приличное вино? На цену можно ориентироваться, но за ценой надо всегда брать какие-то еще дополнительные критерии. То есть, самый простой пример. Шампанское за тысячу рублей ты никогда не купишь. Ну, шампанское, игристое вино, кава. Игристое вино, да, но шампань, традиционную, нормальную, мною очень сильно любимую шампань, ты никогда не... 50 евро, наверное, да, примерно. Потому что она там начинает стоит где-то от 25-30 евро, и у нас, соответственно, это примерно в два раза увеличивается. Но какие-то вины можно найти до тысячи рублей, как правило, это будет что-то малоизвестное, либо не самые ключевые страны-производители. Я был в Левкадии, да. Например. Или самый основной пример, который я хотел привести, это вины Португалии. То есть у нас, ну, во-первых, Португалия всегда ассоциируется с портвейнами, мало кто знает вообще, в принципе, что там вины делают. Я не знаю. И за счет того, что там масса местных каких-то не встречающихся больше нигде сортовых характеристик, там всякие, Инкрузадо, Туриго Националь, Аль Баринио, Фернао Пирош, Мария Гомеш, там всякие вообще, там Сузао, масса всего, там Бага, это никто не знает, никто никогда не пробовал, там, итальянское Инкрузадо или там французский Сузао. У этих сортов очень низкая себестоимость, а вины получаются очень приятные. И за счет этого, там, в супермаркете, если ты купишь французское за тысячу рублей, ну, это будет, скорее всего, какой-то шмурдячок, потому что все уважающие себя регионы, там уже бюрократия настолько развита и вся эта система охраны виноделия и там апелосьонов, все это крадет у тебя цену. Это упаковка, пробка, фольга, все остальное, вся вот эта мишура дополнительная. А в Португалии сделали простое вино из местного этого сорта, которое стоит копейки. В супермаркете это стоит там 500 рублей, это абсолютно достойный вариант. Вот, просто, к сожалению, у нас иногда срабатывает диссонанс, то, что наши виноторговые компании эти вина позиционируют как супермаркетные. Хотя, на самом деле, большинство из них, даже в низкой ценовой категории, уже являются ресторанными. Если поговорить с производителями, они позиционируют это вино для хорики, то есть, для употребления в ресторанах, кафе и барах. наши поставщики отталкиваются от цены и ставят это там на нижние полки супермаркетов. Поэтому, конечно же, это вино не срабатывает. А какая-то пороговая цифра, когда ты точно, скорее всего, попадешь в более-менее приличное вино? Сколько оно должно стоить? Ну, приличное, это вопрос такой субъективный, то есть, адекватное вино, с которым, скорее всего, не будет никаких проблем, это, ну, надо сказать, там, полторы тысячи рублей. То есть, лучше не покупать две непонятных по 700, чем взять одну за полторы. Да, уже одну за полторы, и ты будешь себя чувствовать значительно лучше на следующий день. И в вине будет чуть больше каких-то уровней и грани. То есть, проблематика стоит в том, что вот в дешевом вине каждый, грубо говоря, 300 рублей играют очень большую разницу. Уже в вине, там, за 500 евро уже не так сильны вот эти изменения. То есть, там, 500, 550, 580, 600. То есть, уже ты не чувствуешь какого-то такого, прям, амплитуды. А вот в вине, там, 500, 800, 1100, 1400, это все, это вот такая вот схема. И это, ну, вот как раз-таки можно с этого начать, например, если люди хотят разбираться в вине, начать с ценового сегмента. Просто купить себе 6 бутылок за 500, ну, я не знаю, выбрать любой шаг, 300-500 рублей. Да, 500, 1000, полторы, 2-2-500, 3. И понять вот примерно, ну, я не знаю, можно открыть все сразу и попробовать. Можно открыть все сразу. Открыть все сразу. Продегустируй. И допить в течение недели. А можно, например, открывать каждый день с увеличением цены и смотреть, что происходит. Но желательно, конечно, как-то остаться в одном блоке. Не так, что купить там Новую Зеландию, Францию, Италию, а действительно купить шесть итальянских вин, красных, разных, в разной вот этой ценовой категории и почувствовать. Потому что цена, она, конечно, тоже диктует нам элемент качества. Слушай, в моем окружении за последнее время стало как можно больше людей, которые пьют как раз вино. Да. То есть раньше как-то были все волнами. Был период, когда или я, может, изменилась категория общения. Но мне кажется, это одни и те же люди. То есть сначала пили все там пиво в молодости, потом пробовали водку. Сильно она далеко не пошла. Потом был этап виски. Он был очень большой, затяжной. Все кайфовали от виски. А сейчас переключились на вино. Причем в основном у нас был виски-кола все-таки. Ну, виски с чем только не мешали, потому что с вишневым соком многие все еще пьют. Да, с яблочным. И ты трэш, конечно, полный, на мой взгляд. Но вот почему люди стали переключаться на вино? Ну, не знаю. Мне кажется, у нас, причем это у нас в стране. В Европе не во всех странах такая позитивная динамика. И есть некоторые там страны, которые действительно очень обеспокоены тем, что молодое население оно пьет там не вино, пиво и всякие дешевые алкогольные напитки и никто не обращает внимания на вино. То есть уже вино в этих странах становится каким-то уделом. Старперским. Ну да, то есть снобствующим. богатых, состоятельных людей, а для молодежи у нас остается пиво и всякие там джинтоники. У нас это действительно позитивная динамика, наверное, тем, что у людей может быть чуть увеличился средний чек, который они могут тратить, чуть стали более успешными люди. Но все равно мы это наблюдаем в основном в мегаполисах. Раньше действительно было модно там, ты что пьешь? Вино, кисляк, фу, ты что? И нормальный напиток. Водку. Виски. Виски или там коньяк. Но в основном, конечно, виски. А сейчас уже модно как бы пойдем винца попьем. То есть все уже перешли на вино, это уже стал действительно социальный некоторый напиток. То есть у нас в конце офисной смены люди спускаются в соседний винный бар. У нас самая основная концепция сейчас открывающаяся в заведениях это винные бары, винотеки, инотеки у нас уже вот просто это вино и там вино и мясо, вино и сыр, вино и хлеб, вино и вино. Вино и вино это мечта. Вино и вода. Кстати, многие разбавляют вино водой. Это какой-то фетиш или это помогает что-то понять, почувствовать, простить? Ну я не знаю, мне кажется, люди думают, что они уменьшают количество алкоголя этим самым, разбавив бутылку просто. Ну для многих может быть слишком явный вкус. То есть вот особенно в концентрированных винах они хотят получить что-то чуть более тонкое и элегантное. Во многих нациях, там в Греции это частая история, потому что вина жаркие, алкогольные, в них очень много концентрации и действительно добавив чуть-чуть вина ты получаешь чуть более элегантный напиток, легкопьющийся, более доступный. Поэтому, ну, я считаю, что это лишняя история, не надо тогда выбирать такое вино, не надо вот пить там тяжеляк, какой-нибудь шестнадцати градусов, третьего года. Шестнадцатиградусный Ширас из Австралии лучше Шираса. Господи, ты напомнила в этом моем опыте, когда я решил попробовать как раз вот Ширас и он был очень возрастной и он был, это просто было очень тяжело, реально я так ах, ах, надо, поэтому что у тебя за значок? Я не могу просто не задать этот вопрос в шутку, я всегда говорю, что это алкогольные войска, так и выглядит, по уничтожению действительно моя суперспособность, я заставляю, запасы вина, нет, я заставляю вино исчезать, класс, ну вот, это чемпионский значок среди сомеле, потому что в 2013 и потом в 2014 я стал лучшим сомеле России, на ежегодной основе проходит конкурс, два дня, несколько этапов, все области знаний мы должны продемонстрировать. А там есть слепое, я хотел сказать, двойное плацебо контролируемое исследование, то есть слепое исследование, когда вы действительно определяете склон, склон северный и так далее, вот с этого слепая дегустация, да, слепая дегустация это один из всегда важных критериев вообще оценки сомелье на профпригодность. Ты можешь с закрытыми глазами реально определить. А глаза не обязательно закрываются. Ну, в смысле, да, тут не закрытыми глазами, чтобы слепую. Слепую. Но история заключается в том, что не все можно определить в вине, то есть есть люди, которые очень много пьют вина и пили там за свою карьеру, они могут действительно определить даже там, ну, не то чтобы объем бочки, в которой это было выдержано, но сказать, какая была бочка, или это был там, например, бетонный какой-то чан, или это была нержавеющая сталь, в которой выдерживалось вино, то есть понять процесс изготовления вина. Но по факту самое основное, что нам надо обычно угадать, когда вот передо мной просто бокал, я не знаю, что в нем, надо сказать, что это за страна, что это за сорт, что это за регион, и примерно назвать год. То есть точно угадать мелизин, это практически нереально. То есть конкретный год сказать, типа, это 2003. Это действительно очень тяжело, и на конкурсах это никогда не ставится высокий балл за угадывание. Обычно всегда ты должен рассказать про вино. Не то, что вот так на него посмотрел, как в фильме Крылышко или ножка. Да, да, да. Типа, это с Миллафи 1974 года. Все примерно так себе это и представляют. на самом деле я могу определенно сказать, что это красное. Это все, что я могу сказать. И без газа. И красное, и явно не игристое. И не очень молодое, вероятно, по запаху. С этого можно начать, но всегда, когда оценивается вино, там рассказывается очень много информации. То есть ты подводишь к своему... А вот эти танины, кислоты, это все надо звучит. ты все об этом говоришь, и потому что у каждого вина есть свои определенные маркеры, по которым ты можешь его угадать. Но чем больше ты пьешь вина, тем тебя бросает вообще по всему миру с точки зрения угадывания. Вот этим круче люди, которые пили там 100 вин в своей жизни. А не тысячи. Да, ну и они несколько тысяч. И соответственно, они там типа это савиньон. ты говоришь как? Они говорят, ну, а вот это не савиньон. То есть у них есть немножко другая концепция, то есть они угадывают то, что они знают. Они не угадывают то, что никогда не пробовали, они просто говорят, ну вот среди этих 10 бокалов вот здесь савиньон, вот здесь савиньон и вот здесь савиньон. А все остальное, что это не савиньон. Таких конкурсов не существует. Найти савиньон никто что нам не дает. И ты обычно всегда рассказываешь, то есть у вина есть какая-то предыстория, ты складываешь в одно свое финальное заключение, в визуальные, ароматические, вкусовые факторы, думаешь, предполагаешь, на что это может быть похоже, и даешь свое финальное какое-то заключение. Я считаю, что это Италия, Пимонт, стопроцентный сорт Нибиола, в стилистике Бороло, примерно с пятилетним возрастом, поэтому я бы сказал, что это 2014 год, и 13,5 алкоголя, вот если бы ты этого не знал. 13,5 алкоголя ты можешь угадать. Ну, ты можешь сказать, ну, порядок. В оценках есть разброс в полградуса, то есть ты, если сказал 13,5, а там 14, ты по факту угадал. Ты знаешь, хочется в русской традиции, прям сказать, за твой значок, потому что, ну, так бы вот единицы людей, которые бы смогли это адекватно сделать. Ну, если тебя захотят запутать, тебе дадут хорватский пену-нуар, и вот попробуй ты его угадать. Если ты его никогда не пил, или ты не пил 10 хорватских пену-нуаров, то никогда ты его не узнаешь. Поэтому обычно всегда слепая дегустация, если она устраивается людьми понимающими, она несет в себе вина вполне узнаваемые, и те, которые ты хотя бы раз в жизни встречал. Потому что, если ты хочешь запутать даже гуру в вине, там, мастер сомеле какого-нибудь, или мастера оф вайн, ты найдешь бутылку, и он ее вообще не разложит, он даже не попадет в континент. Но такой задачи никто обычно не ставит, и нас спрашивают на классических винах. Меня очень учат вопрос. Много сомелье за всю историю спились? Цифру я не знаю, но я знаю нескольких человек, которые были вынуждены выйти из профессии, потому что вино их погубило. Да, мне стало любопытно. Как-то сложно удержаться. Нет, это сложно, это действительно, потому что у каждого свой предел на профессиональных даже мероприятиях. Кто-то не может уйти, пока все бутылки не будут открыты и не будут опробованы. Но здесь самое главное понимать, что это наш рабочий инструмент, мы с ним работаем. Мы не должны его использовать как отдых, как какое-то веселье. Это уже когда ты уходишь с работы, из ресторана, из винного комьюнити, ты можешь где-то напиться у себя на даче, но так, чтобы тебя никто не видел. Потому что если ты напьешься в комьюнити, о, все. Вот эти истории будут ходить дальше как мемы, и ты станешь этим мистическим персонажем, который когда-то что-то там исполнил на вечеринке, посвященной дегустации, я не знаю, шампанского. Это был именно ты, кто разделся, не вовремя. Русские очень любят понтоваться в отношении шампанского, которые пьют исключительно только вдову, либо пьют исключительно только кристалл. К своему стыду, кстати, ни разу не пил кристалл, и не знаю, стоит ли. Просто для того, чтобы, может быть, только понтануться. С шампанскими винами, как обстоят дела? Можно ли купить советское шампанское или Абрао Тюрсо, пресловутая. Мне, кстати, у них вполне заходит полусухое, больше, чем блюд, и я как-то очень комфортно к нему отношусь. Или все-таки лучше отдавать исключительно региону шампань? Ну, тут такой многоуровневый, конечно, вопрос, потому что это, во-первых, задевает мое самое любимое вино. Я больше всего пью шампанское. Вот, это мой самый любимый тип вина, и я не могу назвать конкретную какую-то этикетку вина, которую я люблю вообще в целом, но вот я всегда говорю шампанское. Я, если прихожу в ресторан, и у меня есть выбор, я заказываю себе шампанское. Россия была в свое время одним из главных, из четырех главных рынков по объему закупок вообще шампанского, потому что вдова Клико, кстати, была вообще гением маркетинга, и благодаря ей вообще царская наша Россия очень долго пила шампанское и любила бренды. Но они ее просто грабили тогда, насколько я помню историю. Она говорит, пусть берут, пусть в кредит, пусть только банны, чтобы популяризировали, увозили и так далее. Она особо не заявляла, что ее грабили, она говорила, пожалуйста, берите. И корабль с шампанским уже плыл в Санкт-Петербург, чтобы, вернувшись, наши офицеры все это встретили, эти знакомые желтые этикетки, и все было хорошо. все обычные. И мы действительно были одним из главных рынков. Сейчас мы, к сожалению, не входим даже в топ-10 вообще стран. По потреблению шампанского? По объемам закупок. То есть традиционные шампании мы вообще уже просели очень сильно. Но это советские времена. У нас много советского шампанского. Да, этого всего очень много, но лучше этого все-таки не пить. Я не знаю. С точки зрения Абрау-Дюрсо, я не понимаю, в чем мистика, когда находишься у них в регионе, недалеко от Абрау-Дюрсо, вот оно прям заходит. Оно потрясающе. Есть еще на ледяное. Вот в чем парадокс? Вот оно прям... И ты даже в дождливый день, ты говоришь, что неплохо идет. То есть вообще здорово. Но лучше, конечно, пить какие-то, на мой взгляд, адекватные напитки, потому что надо следить за собой. Какое минимально пороговое вот шампанское, которое может себе позволить россиянин к новогоднему столу? Вот купить такой, который не очень дорогой и при этом, на твой взгляд, достаточно содержательное по своему курсу. Ну, у нас сейчас многие виноторговые компании ударились в поиск маленьких каких-то производителей, таких прям совсем бутиковых, и находят иногда очень хорошее предложение по цене, поэтому уже купить за две с половиной тысячи рублей настоящее шампанское вполне можно. Если не хватает на эту сумму, то у нас есть альтернатива, это французские креманы. Это следующий шаг ниже, и там уже, соответственно, полторы, ну, от тысячи до двух можно найти. Действительно, это та же технология шампания, это тоже Франция, это иногда и шампанские сортовые характеристики, немножко другие, но это уже качество. Если не хватает на креман, то мы можем взять каву испанскую, и она тоже дает нам тот же самый метод, но и из Испании, соответственно. В Италии, к сожалению, игристые напитки по классическому методу приближаются к стоимости шампанского, поэтому Франчикорта, Трентодок, они не являются альтернативными напитками для шампани с точки зрения цены. Они являются альтернативой с точки зрения качества, но в другой стране. Поэтому там, к сожалению, ничего такого не найти. Просека – это вообще другой тип напитка, это другая технология производства, поэтому... Это искусственная газация? Нет, нет, это абсолютно натуральная, но это значительно более быстрый процесс. К Новому году можно получить Просека этого же года урожая. Поэтому всего лишь за несколько месяцев можно произвести этот продукт. Шампань законодательно минимум 15 месяцев вы должны исполнять, а если уж у нас шампанское с годом урожая, то минимум 3 года. Это минимум. А многие производители делают вообще какие-то невероятные выдержки. Вот Дом Перенен, например, это минимум 9 лет на осадке. Соответственно, у нас сейчас текущий винтаж на рынке 2008. У меня осталось два вопроса очень важных. Первый вопрос. Вот где за тобой можно последить и как с тобой можно вообще посотрудничать? Потому что сейчас многие очень захотят такой, блин, как с тобой? А как они со мной хотят сотрудничать? Я не знаю, это как ты выберешь от нас. У нас хорошие подписчики. Они, может быть, не захотят сказать, что, слушай, я хочу стать умным, как ты, или я хочу просто с тобой выпить. Вот вторая версия мне больше нравится, потому что я тоже люблю с хорошими людьми выпить вина. Ну как, я многими вещами занимаюсь с точки зрения вина. Я сейчас преподаю в некоторых винных школах, мне это очень нравится, рассказывать людям про вино, особенно если ты рассказываешь про свои любимые вина. Ты всегда как-то добавляешь больше красок, больше экспрессии, тебя прям прет на занятиях, ты вот из себя изливаешь всей истории своей жизни через призму какого-то вина. Я занимаюсь консультацией некоторых ресторанов и некоторых проектов. сейчас самый текущий наш проект находится в Ридс-Карлтон в отеле и там очень хороший получился ресторан с очень правильной ценой на вино, что я считаю главным в нашей стране продавать вино, чтобы люди его пили, а не только на него смотрели. О, какие красивые бутылочки, но брать не будут. Лучше, чтобы люди больше пили вина и расширяли какие-то там свои границы. Ну и соответственно все наши соцсети знаменитые, там всегда можно задать любой вопрос. Я периодически там делаю какие-то анонсы, мероприятия, иногда каких-то больших ивентов, где льется вино или там проводятся какие-то дегустации, поэтому... Супер. Ну все, и тут сейчас будут штуки, подписывайтесь, и обязательно подписывайтесь. Последний вопрос, который меня очень мучает. Вот эти все пресловутые сочетания, которые говорят, что белое вино исключительно под рыбу, а красное, соответственно, исключительно под мясо. Хотя я где-то читал, что на самом деле это полный фейк, и что белое вино действительно подходит под рыбу, но только под один сорт, под ерша. И что действительно, что там это строгое сочетание, все остальное исключительно, действительно, вот по всем нормам и законам, что оно не является столь строгим правилом, что если это легкая красная, то она вполне может подойти под какую-то рыбу определенных сортов. тема гастрономии, это серьезно, это вот минимум часов на шесть, то есть если по-хорошему собрать людей и научить их правильно сочетать, именно, это реально часов на шесть лекция такая, хорошая, с дегустацией, все прям супер. Но самый простой критерий, который, самое простое правило, которое можно передать всем, кто нас будет смотреть, это надо есть то, что ты любишь, и запивать тем, что ты любишь. Вот иногда люди находят такие шизофренические абсолютно сочетания, и ты смотришь на них, и ему вкусно. Нежели ты будешь... Если ему вкусно, то и фиг с ним. Нежели человек прочитает, что так, надо взять устрицу, надо взять шабли, и тебе будет вкусно. И он ест, он корчится, он морщится, ему невкусно. А устрица оказалась не та? Да, да и шабли, к сожалению, не тот. Да и вообще все невкусно. Жизнь не удалась, да. Да, и человек давится, ему невкусно. Зачем так делать? Есть какие-то принципы, есть некоторая логика, как помочь тебе сделать вкусно. Это там одни из самых простых правил, это, например, региональное. Если у тебя итальянская еда, лучше всего к этому подойдет итальянское вино, а уж если это какое-то определенное блюдо определенного региона, коих в Италии много, и вино в этом регионе тоже производится, то, как правило, они соединяются значительно лучше просто по традиционному историческому принципу. Или правило финансовое. То есть, если у тебя дорогой продукт, ты не можешь взять какого-то дешевого вина, или, соответственно, если у тебя наоборот, очень посредственная еда, такой джанк-фуд какой-то. Возьми ординарное вино. Да. Иногда, конечно, можно психануть, и даже я там несколько раз так исполнял, когда у тебя засела какая-нибудь мысль съесть бургер, такой жирный, традиционный вообще бургер, не какой-нибудь там элитный с фуа-гра, а прям вот классический, прям бургер-кинг. Вот. И выпить какое-нибудь суперкрутейшее вино, например, опус-уан. Вот прям чума. Но это уже мы так психуем, потому что заелись традиционные какие-то сочетания. А так масса критериев. Интенсивность вкуса, тип соуса, схожая ароматика, схожая текстура, там, сливочность, не сливочность, то есть очень много всего. И уж, конечно, белое под рыбу, красное под мясо, это прям такие... Это такой колхоз просто. Если в ресторане кто-то так скажет, типа, я вот заказал себе судака, что вы мне порекомендуете? Белое вино, ты скажешь. Ну да. До свидания. Просто у вас очень хорошие смели. Слушай, а вот не могу не удержать все-таки. Топ-3 сочетания для шампанского. Черная икра? Если у тебя сладкое шампанское, то черная икра. Сладкая? Да. Потому что у нас исторически вообще сохранился вот этот стереотип, что у нас шампанское и черная икра. Потому что раньше шампанское было сладким. И вот эти четыре вкуса, которые существовало, русский вкус, потому что мы были в топ-4 собственно покупателей, это было шампанское, в котором было от 200 до 300 грамм на литр сахара. Чертовы сладкоежки мы все-таки видим. Сладкоежка и просто и черная и соленая икра. Это же ну просто это какой-то гастрономический оргазм вообще можно испытать. Некоторые производители сейчас делают сладкие шампанские и это действительно очень вкусно. что-то сырое, хороший морепродукт. Вот, например, круто из гребешка. Круто из сырой гребешок, порезанный, можно чуть-чуть добавить цитруса, я не знаю, лайм или чуть-чуть маракуйи. Все свежее, все очень вкусное. Но можно иногда взять очень сложное какое-нибудь шампанское, такое старое, уже тягучее. И в старом шампанском мы уже не смотрим на пузырьки, оно уже превращается действительно в крутое вино. И, например, если взять старый блан-де-блан там 20-летнего возраста и взять какую-нибудь пасту с крабом в сливочном соусе, это вообще разорвет прям в ресторане вообще. Ой, это прям сейчас даже вкусно стало. Слушай, а как ты, вот все это, правда, последний вопрос, как ты относишься к осем-приложениям и мобильной техники, который позволяет сейчас это все оценивать. Потому что я, честно, как полный профан, я, конечно, всегда это делаю вот через призму Вивина, и я не тестировал наше вино. Мне прям сейчас вот любопытно это сделать, я хочу понять все про него, чего она тут на Вивина говорится. Можно ли этому верить вообще? Вся эта индустрия, она, ну, действительно, она нужна, и на определенном этапе этим надо и можно пользоваться, чтобы получать какую-то дополнительную информацию. Вивина, ну, это по факту такая винная соцсеть. Потому что там можно обмениваться комментами, что-то писать, ты достигаешь какого-то уровня, там, ну, это какая-то смесь соцсети и компьютерной игры. А ты еще и припеваешь винчик все это время. Но, к сожалению, Вивина не делает нам отсечку по тем людям, кто оценивает это вино. И большинство профессионалов, меня нет в Вивина. Кстати, очень круто, ты вот заострил внимание, что это кто-то там цедишь. Неизвестно где, неизвестно кто. Ты сейчас пьешь это вино и написал про него просто. Наше вино, вот чтобы все понимали, 4,1 по пятибалльной системе, это, кстати, очень высокий критерий, это одно из лучших вин, которые я пил, исходя из Вивина. 984 человека каких-то ему поставил такую оценку, средняя стоимость в России этого вина 8 990 рублей. Черт, если бы я знал, столько оно стоит, я бы громче восхищался и воспевал ему просто песни сейчас. Боже, оно вылечило меня от головной боли. Мне кажется, депрессия ушла. Новый год уже близко. Ой, кайф какой. Курс евро уже так не вернулся на 42. И все, ты знаешь, уже как-то вот через этот вот красноватый, этот рубиновый кристаллик, жизнь так окажется лучше. Этим всем можно пользоваться. Это действительно пригождается. Но вот я говорю, то что, к сожалению, невозможно понять, кто оценивает иногда очень хорошие вины. И у нас иногда к небесам возводится какой-то просто супермаркетный трэш, а какое-то невероятное, элегантное и просто потрясающее вино пробовал два человека. Один поставил ему 5, другой поставил ему 0. Поэтому мы получаем два с половиной средней оценки. Это же нереально. Соответственно, до определенного уровня вина можно сканировать через вино и смотреть. Но там мало людей сидит, которые пьют самые высшие, самые нужные вина этого мира. Спасибо тебе огромное. Я хотел тебя, знаешь, на последок, прежде чем мы еще гнёмся, попросить порекомендовать три топ-вина, которые, вот ты точно знаешь, что их стоит попробовать каждому, кто у нас в своей жизни. Да. И чтобы это было не так, что человеку нужно продать квартиру в Смоленской губернии, прежде чем купить это вино. Вот что-то такое было все-таки. Слушайте, но я, наверное, людям посоветую немножко расширить географию, потому что, к сожалению, там немецкие вина, которые хоть мы и воспринимаем абсолютно уже там ординарно, но почему-то нам постоянно вспоминают события 41-45 года, когда людям рекомендуешь попробуй немецкого вината. Никогда. Да. Вот, потому что немецкие... Но на БМВ ездят при этом в собаке. С надписью... на Берлин. Берлин. Вернуть, наверное, хотят. Соответственно, немецкие ристинги и немецкие пену-нуары это потрясающие вины, это целый мир вообще. Немецкие ристинги, немецкие пену-нуары. Это можно в одно зачислить. Соответственно, я могу порекомендовать попробовать какого-нибудь маленького нишевого производителя шампани, потому что все равно мы встречаем в основном большие гигантские бренды на полках, которые мы все знаем. Маленького кого-нибудь, например, Анри Жеро или, например, Фредерико Савара. Найти их сложнее, конечно, но этим и сладка добыча, что ты действительно добыл что-то такого очень крутого. И третье? И третье, третье, что, например, можно предложить, но надо быть открытым к различным типам вин и попробовать, например, сладкий Сатерн. Сатерн это Франция, это субрегион в Бордо сладких натуральных вин из винограда, пораженного благородной плесенью. Ох ты, е-мое! Маленькая порция, 50 миллилитров этого вина будет достаточно. Это такое... Чтобы спать всю зиму. Это вообще бальзам на душу, а уж бутылку можно растянуть на неделю или на две с каким-то сыром или с фуа-гра или с чем-то таким очень... Да на же, с сухофрукты или орехи. Ох боже, как же сейчас второе вкусное. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Сейчас за кадром допьем. Друзья, спасибо, что смотрели это про вино с нами. Нам очень понравилось. Спасибо тебе большое. Спасибо. Спасибо. Это было что-то не так с вином. И мы поговорили о том, может ли обычный человек разбираться в вине достаточно качественно. И оказывается, что может. Подписывайтесь, ставьте лайки, пейте вино, но не злоупотребляйте все-таки им.